О том, что избиратели путались и выбирали кандидатов по номеру партии, накануне одним из первых в соцсетях написал гражданский активист Кудрит Тайчабаров. Он сообщил об удивительном факте, когда в лидерах внутрипартийного рейтинга оказались кандидаты, чьи порядковые номера совпадали с номерами их политических объединений в бюллетенях. Активист выявил такую закономерность, что по итогам состоявшихся выборов номера партии напрямую влияли на популярность кандидата в этой партии, чей порядковый номер совпадал с номером партии. Вот несколько примеров. Например, у партии Атаджурд Кыргызстан порядковый номер бюллетеней 21, а по таким же номерам в списке партии значится Фархад Исмаилов. По числу голосов он занимает второе место. Партия Интымак в бюллетене значится под восьмым номером. Кандидат, обычный предприниматель Шарапаткан Мажитова под аналогичным номером также удостаивается второго места. Самое интересное, что в своем родном городе Аше Шарапаткан Мажитова набрала всего 204 голоса. В столице за нее проголосовало 839 человек, в Джалабаде около 2000, в Чуйской области 1866. Судя по этим данным, женщину лучше знают и, возможно, больше любят в других областях, нежели в родном городе. Счастливая случайность? Ответа мы так и не получили. Кандидат от комментариев отказывается. И такое почти во всех партиях. Отмечу, что по новой системе избиратели по единому округу должны были проголосовать не только за партию, и за определенного кандидата из ее списка. Квадратики за будущих нардепов были расположены в нижней части бюллетеня. Там указывались порядковые номера, но вот имена кандидатов вписаны не были. Таким образом, говорят активисты, избиратели могли отметить партию, а внизу квадратик, номер которого совпадал с номером партии. На этих выборах бюллетени были очень сложными. Когда мы голосовали, они могли найти нужную клетку. Нам приходилось использовать паспорт как линейку, чтобы не потерять номер и строку кандидата. А вот представьте людей, которые плохо видят, например, те же пенсионеры. Многие ошибались при выборе. Многие избиратели даже не знали, под каким номером идет кандидат. Например, выбирали партию под номером 8. И думая, что их кандидат под таким же номером, отмечали эту цифру. Например, партия Бютун-Кыргызстан шла под номером 2. Кандидат Исхак Масалеев в партийном списке также идет под вторым номером. И списки по числу голосов занимает второе место. Избиратели путались, вот и испорченных бюллетеней в 4 раза больше, нежели на прошлогодних выборах. По предварительным данным, недействительными признаны 116 246 бюллетеней. На выборах 4 октября прошлого года были испорчены более 31 тысячи. В социальных сетях некоторые кандидаты то и дело пишут, что это оплошность Центризбиркома. Мол, ЦИК не проинформировала граждан на должном уровне о новой избирательной системе. Диашасын-Кыргызстан 13. Все пришли, кто давал свои голоса, они все положили на 13. Не Диашасын-Кыргызстан, а там у нас же есть по списку идет кандидат в депутаты. Там Розбаев или Иванов или такой-то. Ну, номер 13 у нас оказался крепежом. Вот все голоса он взял. Ну, можно сами-то проверить, да? Мы все поняли, почему эта проблема в чем. Не было разъяснительной работы, изначально надо было разъяснять. Ну, а лидер партии Интымак Марлен Маматалиев считает, что на этих выборах в Джогурку-Кенеш крупно повезло тем кандидатам, чьи номера были схожи с номером партии. Например, в моем случае было так, что 8 ставили, внизу тоже ставили 8, а вот на втором бланке ставили на двойку. То есть там, где должно быть одномандатники, во многом случае ставили на двойки. Так выходили и так говорили. Я поставил на два. Говорит, там, ну, только, говорит, была другая фамилия. Я так и не понял. Говорит, ну, я поставил, говорит, на два. Неужели избиратели могли не понять систему выборов в парламент и поставить в бюллетене галочку дважды, голосуя оба раза за партию? Это пока остается непонятным. Одно ясно точно. Номера партии напрямую влияли на популярность кандидата в этой партии, чей порядковый номер совпадал с номером партии. Меж тем, некоторые кандидаты заявляют, что не согласны с результатами выборов, так как они якобы по популярности гораздо более превосходят человека, за которого отдали свои голоса избиратели. Кубат Хуанч Пекулу, Аделит Чукоев, Фентез.